Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор монет, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. Данное видео мы с вами целиком и полностью посвятим монетам Бразилии. Напомню, что Бразилия это крупнейшее государство Южной и Латинской Америки, как по территории, так и по численности населения. Единственная португалоязычная страна, расположенная в Америке, а также крупнейшая португалоязычная страна в мире. Хотя здесь стоит сказать, что все-таки бразильский вариант португальского языка имеет довольно ощутимые отличия от, собственно, португальского варианта португальского языка. Начнем данное видео с такой вот монеты довольно интересного номинала, достоинством в 300 реалов, или как утверждают многие источники рейсов. Напомню, что бразильский реал в данном случае являлся денежной единицей Бразилии до 1942 года. На данной стороне монеты указан номинал и название государства Бразила, а также год чеканки данной монеты. Ну, а край монеты обрамлен узором, который принадлежит к культуре маражуара, или маражо, это доколомбова культура, существовавшая на острове Маражо в устье Амазонки. Ну, а на другой стороне данной монеты расположен профиль Житулио Варгаса, который являлся президентом Бразилии дважды с 1930 по 1945 годы. Данный период в истории Бразилии как раз и называется эрой Варгаса, или эрой нового государства, который характеризуется диктатурой последнего. А также Варгас был избран во второй раз в 1950 году в результате демократических, как ни странно, выборов. И правил он Бразилии до 1954 года. Далее, такая вот алюминиевая монетка, достоинством в один бразильский Крузейро, 1957 года выпуска. Хочу напомнить, что Крузейро являлся денежной единицей Бразилии, в данном случае с 1942 по 1967 годы. Вот, кстати, банкнота, которую мы с вами никак не рассмотрим, бразильская, также принадлежит к данному периоду времени. Ну, я думаю, обязательно мы с вами ее рассмотрим. Такой довольно минималистичный дизайн имеет данная монета. Собственно, номинал на реверсе и год выпуска. Ну, а на аверсе, ой, убежала, государственный герб Бразилии. Ну, и также самоназвание, по-моему, использовавшееся до 1967 года. Далее, монета достоинства в 5 центаво 1967 года выпуска. Также довольно простым дизайном данная монета отличается. К периоду обращения так называемого нового Крузейро относится данная монетка. Данная денежная единица обращалась в Бразилии с 1967 по 1970 годы. Может быть, я даже когда-то и обзор на монеты данной денежной единицы делал, я, честно говоря, не помню. На реверсе монеты также указан номинал и год чеканки. Ну, а на аверсе расположена так называемая эфизия да република. Это национальный или государственный символ, который используется в Португалии и в Бразилии. Это персонификация республики. Вот такой вот профиль молодой женщины. В данном случае в афригийском колпаке. Далее. Вот такая вот довольно крупная, как по размерам, так и по номиналу, памятная бразильская монета достоинством в 5000 Крузейро. Данная монетка относится к периоду также бразильского Крузейро, но того, который использовался с 1990 по 1993 годы. На реверсе монеты указано самоназвание, государственный номинал, а также изображена веревка. Ну, а на реверсе данной монеты расположен портрет так называемого Тирадентиша. Это бразильский национальный герой, революционер, руководитель заговора 1789 года, который произошел в капитанстве Мино Джерайс и положил начало борьбе Бразилии против португальских колонизаторов. Ну, кроме обозначения Тирадентис, мы также видим два слова Либердаджи и Сидадания, что означает свобода и гражданство. Ну, а также год смерти Тирадентиса и год двухсотлетия со дня смерти его же. Далее, так вот получилось у меня подобрать, можно сказать, годовой набор бразильских монеток. 2023 года выпуска, состоящий из 5, 10, 25, 50 сентавра, а также одного реала. Данные монеты относятся к периоду реала современного, который находится в обращении с 1994 года, является бразильской денежной единицей. Ну, начнем по порядку с монеты достоинством в 5 сентавра. На реверсе, кроме номинала, изображен южный крест, это созвездие южного полушария неба, довольно часто используемое в государственной символике государств, собственно, южного полушария. Ну, а на аверсе монеты изображен, собственно, тот же персонаж, которому была посвящена предыдущая рассмотренная нами монета, то есть Тирадентис. Также мной были приобретены на погодовке монеты данного типа 2019, 2020, 2021 и 2022 годов. Далее, монета 10 сентавра, достоинством, также 2023 года выпуск, как я уже говорил, также дизайн реверса монеты, довольно схож с дизайном реверса предыдущей монеты, также мы видим изображение южного креста. Ну, а на аверсе монеты изображен Педро Первый. Сейчас как-нибудь мы его так положим, чтобы его было видно получше. Вот, наверное, вот так. Напомню, что Педро Первый, это первый император Бразилии. И правил он с 1822 по 1831 годы. Также данный персонаж известен как король Португалии, правивший под именем Педро Четвертого с 1826 по 1828 годы. Далее, монета достоинством в 25 сентавра. А вот также видим южный крест на реверсе монеты. Ну, а на аверсе монеты изображен портрет первого президента Бразилии, Мануэла Деодору да Фонсеки. Правил он не очень долго, всего лишь с 26 февраля по 23 ноября 1891 года, но является он одной из ключевых фигур бразильской республиканской революции. Далее, монета достоинства в 50 сентавра. Также южный крест изображен на реверсе. Ну, а на аверсе изображен портрет Жузе Марии да Силва Параньюса, барона Хиубранку, министра иностранных дел Бразилии с 1902 по 1912 годы. Считается данный человек отцом бразильской дипломатии. Ну, и, наконец, монета достоинства в 1 реал. Монета биметаллическая, но в целом также имеет сходный дизайн реверса. Ну, а на аверсе изображена также и фигура республики. Это профиль, точнее портрет молодой женщины, но в отличие от... В данном видео уже рассмотренной нами фигуры республики, данная фигура увенчана венком. Вот такие вот монеты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. В следующем видео мы с вами обязательно продолжим рассматривать бразильские монеты, приобретенные мной для пополнения собственной коллекции. В комментариях просьба указывать, что в данном видео понравилось, что не понравилось, и было ли видео для вас интересным вообще. Ну, а я всем желаю удачи в пополнении коллекции, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok